Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Эрсен, спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, давайте посмотрим, сейчас делала расклад на личную жизнь в сентябре, вот, и мне захотелось сделать расклад второй, вдогоночку, продолжение как бы, да, отношения на расстоянии, давайте посмотрим, что у вас, такой небольшой кратенький расклад, будет расклад на одну позицию, поэтому, если сигнификация совпадает, смотрим дальше, если нет, не ваш расклад, давайте посмотрим, что у вас сейчас в ваших отношениях, которые на расстоянии, да, что у вас сейчас происходит, что у вас на данный момент происходит в ваших отношениях. Ну, здесь, здесь у вас, знаете, такое ощущение, что у вас как возрождение идет, во-первых, у вас очень судьбоносные отношения, судьбоносные не всегда кармические, да, но здесь отношения именно, как, знаете, вам их не пройти было, то есть вот они должны были случиться, вот, здесь сейчас у вас, знаете, какой-то период тишины был, вы могли не переписываться, могли не общаться, могла быть какая-то ссора у вас, но сейчас карта, понимаете, говорит о том, что здесь кто-то из вас, во-первых, готов работать над отношениями, готов вкладываться в эти отношения, да, и карта страшного суда, да, вот он трубит в свою, в свой музыкальный инструмент, да, и призывает, вот здесь как все к свету идут, к возрождению, перерождению, да, и карта шута говорит о том, что здесь вот, ну, либо у вас уже началось какое-то возрождение отношений, какая-то переписка здесь, да, идет больше как переписка, созванивание, ну, соответственно, отношения-то на расстоянии, правда, вот, и здесь, либо после ссор вы начинаете восстанавливать отношения, да, как-то пытаетесь договориться, прийти к какому-то консенсусу, да, и начать, ну, с чистого листа что-то новое, либо, опять-таки, после какого-то периода тишины в вашей жизни появился вот этот человек, и у вас сейчас новые отношения, но какие-то такие легкие, да, по шуту, там, флирт, заигрывание, такой вот, может быть, какая-то легкость, да, а в вашей жизни здесь была какая-то семья, были какие-то стабильные отношения, но они закончились, как закончились, ну, здесь, как закончились, иллюзии, было очень много иллюзий здесь, и что-то у вас здесь не получилось, да, завершили отношения, вот, потому что они не приносили какого-то счастья в вашей жизни, вот, поэтому здесь смотрите, да, на данный момент вот такую сигнификацию, что здесь есть некая закольцовка, да, она имеет место быть, но вас здесь сильно тянет друг к другу, я не вижу, чтобы здесь как-то вы не хотели с этим человеком быть, вы рассматриваете этого человека, причем здесь вы очень такая, знаете, практично подходите, вам звезд с неба не надо, да, вы сейчас даже, я бы сказала, ну, как бы есть этот человек, да, есть, но вы больше с практичной точки зрения подходите к этому мужчине, да, здесь, что он мне может дать, это не меркантильность, да, это разные вещи, здесь именно вы смотрите на человека, да, и говорите, вот, что ты мне можешь дать, к примеру, у меня есть там семья, у меня есть дети, у меня есть работа, там, у меня есть машина, у меня есть квартира, к примеру, да, вот, что ты мне можешь дать, кроме вот этого, да, там, к примеру, что ты мне можешь, грязные носки, там, я не знаю, стирка, уборка, готовка, да, ко мне это не надо, да, то есть вот женщина здесь рассматривает человека, это не меркантильность, да, это практичность ее и, ну, дальновидность, как бы она смотрит и у себя реально в голове вот такие вопросы задает, да, я там, я работаю, я там могу сама себя обеспечить. У меня уже есть семья, я там построила дом, посадила это дерево, нарожала в себе детей, и вот что мне ещё надо, вот что ты привнесёшь можешь в мою жизнь, да, вот что ты мне можешь дать, кроме вот готовки, стирки, уборки, потому что этого я не хочу. Да, вот если ты там можешь мне что-то там дать такое, чего у меня нету, то пожалуйста, да, мы здесь можем как-то с тобой общаться. А если ты мне дашь только там грязные носки, так нафиг ты мне нужна, я сама, да, могу раскидать эти носки по всей квартире. То есть здесь вот как женщина, она очень практичная, ещё раз повторю, это не меркантильность, она не рассматривает человека как, знаете, богатый мешок, чтобы он там её обеспечивал. Хотя если это будет, да, она будет счастлива, но она пентаклива, да, она скажет ну да и слава богу, господи, обеспечивай меня. Но здесь женщина твёрдо стоит на ногах, она может за себя постоять, она говорю, очень много в жизни повидала. И вот сейчас она реально, вот у неё больше, знаете, вот может быть 18 лет там она ещё там, любовь это главное в жизни, и всё будет классно. Теперь она понимает, что, ну, любовь это классно, но любовью сыт не будешь. Здесь женщина она уже с каким-то опытом, с таким, с багажом прошлого, да, и просто чувства там какие-то ей уже не очень нужны, ей нужны уже чувства немножко другие, любить, да. Любить, конечно, ей хочется, ничего не могу сказать, но кроме любви, да, хочется и ещё какой-то стабильности в жизни. То есть здесь какая-то такая женщина, которая, ну, вот какие-то свои испытания, что ли, прошла, почему-то вот такая информация прошла, какие-то свои испытания прошла, ей уже не нужны какие-то, знаете, такие африканские страсти, какие-то там, люблю, куплю и полетели, там, сегодня люблю, завтра ненавижу, ей уже всего этого не надо, я уже не хочу, здесь идёт, знаете, какая-то хочу стабильности, хочу быть уверена в человеке, почему-то вот такая информация пошла. Ну, в общем-то, смотрите, да, что у вас здесь в отношениях, здесь по шуту, по дураку, либо это какие-то новые отношения, но здесь багаж прошлого ещё давит на вас, либо это возрождение с каким-то человеком из прошлого, да, то есть судьба, как дала вам ещё один шанс, чтобы быть вместе, вот. У вас сейчас глубокие раздумья, вы можете быть сейчас на отдыхе, собираетесь куда-то на отдых, либо вы дома ловите свой дзен какой-то здесь, да, то есть у вас сейчас идёт такие глобальные внутренние какие-то проработки, внутренние самокопания, куда я хочу пойти, какой дорогой я хочу пойти, что мне для этого нужно сделать, да, у вас как-то сейчас всё по жизни вот так вот по полочкам расставлено, и вы чётко знаете, чего вы хотите, какого вы мужчину хотите, какими качествами он должен обладать. Здесь вот такая вот женщина. Вот, поэтому здесь вот, что у вас в отношениях, вот такую сигнификацию мне выдали вот сегодня, вот, значит, отталкивайтесь от неё. Поэтому смотрим, да, что мужчина сейчас посмотрим от вас хочет, что этот мужчина хочет от этой женщины, что мужчина хочет от этой женщины. Каких отношений хочет ваш партнёр с вами? Ой, здесь он пока ещё не решил, каких отношений он с вами хочет, что-то он здесь качается на качелях, да, у него есть два мнения, здесь выбор какой-то идёт, то есть он как-то пытается найти баланс в ваших отношениях, хочет найти баланс вообще в принципе в жизни. Вот. Если вы ещё не вместе, да, с этим человеком, опять-таки, если это мужчина из прошлого, то он опять стоит на выборе о том, чтобы возродить ваши отношения. Здесь вы можете связаны быть по работе, по финансам, может быть, какие-то в командировке где-то познакомились, да, либо опять-таки 10 человек, он готов, смотрите, опять эти же самые карты. Что он хочет, хочет возрождения отношений. Хочет возрождения отношений, но немножко здесь... Почему? С чем это связано? Здесь связано с тем, его колебания, с тем, что он как-то боится пока брать на себя ответственность. Он привык к какому-то привычному образу жизни, к тому, что он ничего никому не обязан, что он, знаете, он может себя ассоциировать «я там одинокий волк», или как там это ещё такие, да, «я там одиночка по жизни», «я там всегда была...» Ну, как-то так, знаете, какая-то вот такая идёт. И он здесь качается. Почему? Потому что он видит вас, человека стабильного, что вы не хотите всякие-то эти гульки, отношения на одну ночь, там какие-то такие вот полувялые, полудохлые отношения вам не нужны. Вы стабильны. Я хочу стабильных отношений, где всё чётко, понятно, да. Я не хочу выкачелей каких-то. Мне либо всё, либо ничего. Здесь вот такая женщина. И он понимает, что с вами либо всё, либо ничего. И здесь, да, и он как-то пока не готов принять ответственность на себя. Он вот это всё пока не готов, да, вам дать. По каким-то причинам, да, по причине тройки кубков. Потому что здесь он привык к какому-то образу жизни. Привык, что никому ничего не обязан. Привык как-то гулять, проводить время с друзьями. Хорошо проводить время здесь. И вот от этого всего он казываться на данный момент не хочет. Именно поэтому здесь его качают туда-сюда. Я хочу с ней отношений. Я хочу, я готов работать над отношениями. Я готов стать её императором. Но немножечко пока, да, вот качаюсь. Вот хочу, но как-то вот есть некие опасения, да, вот, а вдруг вот там будет всё не так, как я хочу. А вдруг будет там вот совсем не так, как я себе представлял. А я боюсь. А я не знаю. Вот это вот у него, да. Поэтому здесь вот что он от ваших отношений хочет. Ну, здесь, если опять-таки вы здесь общаетесь у вас, да, он рассматривает дальше общение. Он готов с вами общаться. но опять-таки какой-то пока на данный момент серьёзности, чтобы быть семьёй там, чтобы там свадьба и любовь до гроба у него пока он не хочет. Если это старый мужчина, да, вот и у вас ещё не произошло вот этого восстановления отношений, то он очень хочет их восстановить. Очень хочет. Но опять-таки здесь боится, если это старый мужчина, да, здесь боится того, что вы не согласны будете на тройку кубков. То есть вы будете не согласны на какое-то приятное времяпрепровождение, на какой-то роман, да. То есть вот он к серьёзному сейчас не готов, а кроме какого-то праздника, каких-то встреч, свиданий, он дать не может. Ну, или не хочет, да. И он понимает, что вы к этому не согласны, ну, как-то не согласны будете, да. Вы хотите большего, а большего на данный момент он дать не может. Здесь, здесь понимаете, либо он, да, либо у вас здесь какой-то ещё мужчина есть, вот. И он как-то понимает, что, ну, серьёзность, либо он думает о том, что у вас здесь может быть какой-то другой мужчина. Да, что вы такая красивая вся, что вы такая вся женственная, что вы прям, ну, вот, как-то расцвели, красавица такая, у вас уже может здесь мужчина быть, и он здесь хочет отношения, но боится, что уже как бы опоздал. Но опять-таки, если это старый мужчина, да, это не новое знакомство. Если это новое знакомство, у него просто здесь есть переживание о том что вы можете быть не одна вообще по идее он хочет с вами семью на вот он хочет если на вопрос до что он ваших отношений хочет он видит вас опять-таки да что вы семейное что вы традиционное что вы опять-таки до отношений на одну ночь не для вас вот ну или опять таки да по этим картам можно сказать что может быть у него там все есть семья и он ничего кроме приятного времяпрепровождения вам дать не может а вам это не надо да вы можете сказать носить у тебя есть семья ну вот и вали к своей семье сиди чуда приперся опять-таки да если это старый знакомый вот старое знакомство какое-то такое может быть вот что он еще хочет от ваших отношений но мечтает о вас здесь какая-то гру вас здесь размолвка ссора недопонимание может было может разный менталитет с другой не поняли да один сказал одно другой понял совершенно по-другому здесь вот какая-то вот такая ситуация когда человека подобижен на вас у него какая-то вот здесь он может быть младше вас может быть не славянской внешности он проецирует себя как императора на самом деле тут ну немножко не дорос он до императора он еще вот в рыцарях сидит и здесь вот какая-то ситуация да вот он мечтает о вас он он хочет к вам он прям стоит да вот в вашу сторону смотрит да вот вы вот эта карта но что-то в прошлом у вас было и он теперь вот тоже мешается до примета на меня а вот моя обида там вот что-то произошло как-то вы его может быть что-то сказали поступили не так как он хотел до показали свою я либо что-то вот такое как какая-то неприятная ситуация была и на выборе теперь стоит а теперь стоим на выборе не знаем что нам делать мы хотим но качаемся тут мечтаем о ней но стоим на выборе но ему тяжело ему без вас тяжело как-то вы его жизнь наполняли да и как-то вы ему помогали напитывали его ему как-то сейчас без вас тяжело то есть здесь да есть такое что чувство к вам однозначно есть и он готов дарить вам чувства свои но опять-таки пока серьезности никакой не вижу вы тут с ним пока перетягиваете канат если у вас период молчания да вы здесь сидите и ждете кто кого кто первый напишет да я писать не буду и он пускай да буду ждать от него и он также сидит то есть вы здесь сейчас на данный момент друг друга зеркалите он не больно я ему больно да он молчит и я буду молчать он не пишет а чё это я буду я буду сидеть ждать и я сижу жду вот как-то так вот у вас сейчас такая ситуация может быть кстати говоря вы здесь пытаетесь как-то продавить кто кого то здесь такие два сильных характера я бы сказала да и уступать друг другу вы ну тяжеловато вам с этим мужчиной именно вот который вышел в раскладе ну давайте посмотрим перспектива ваших отношений ну перспектива выбирайте ваш временной отрезок сами я буду смотреть если вы не выбрали до конца 2021 года а вы выбирайте сами свой временной отрезок вот вы перспектива в загаданный период ваша перспектива в загаданный период ну здесь как было расстояние так и будет расстояние если вы все-таки там ссоре вы помиритесь здесь не вижу чтобы окончание отношения было восстановление отношения здесь будет даже кто-то внезапно решит поехать как-то соберетесь и по и внезапно решите поехать здесь идет дорога либо мужчина приедет как то знаете вы не ожидали а он возникнет у вас на пороге либо вы как-то резко решите ай да была и поехала вот потому что решите здесь прояснить ситуацию а потому что какое-то подвисшее состояние вам надоест это все вы здесь будете как-то вот хондро апатия некая будет вас друг другу сильно тянет общение есть но выхода на новый уровень нету что-то вы здесь ним ругаться будете выяснять в общем здесь как говорю главная карта да здесь выяснение отношений прояснение отношений 10 отношений не закончены я не вижу здесь окончания отношений гармонии правда я здесь тоже не вижу да потому что то есть это закольцовка и конца края и пока нету и из-за этого очень много здесь претензий к друг другу то есть вы как-то более спокойная да вы можете ждать и вы можете как бы общаться да а мужчины здесь он не может ему надо вот он может как-то вспылить сказать что-то там не подумавши да что-то сделать такое вот и вам с этим человеком как бы тяжеловато потому что он иногда не отвечает за свои слова вот может наговорить а потом мой чат и чё обиделась что-то вот такое при всем при этом человек видит вас как очень сильную личность и он где-то даже равняется на вас да то есть вы как-то ну здесь может быть опять-таки да вы старше его и он даже в так думать ничего себе на такая вот прям поэтому здесь вот такая ситуация знаете гармонии то не будет если вы сейчас ссоре опять-таки восстановление отношений здесь будет потому что здесь к вы судьбоносные вы не просто так пришли здесь и карты и колеса да и карта этой страшного суда понимаете и карта мира и карта колесницы то есть и карта луны понимаете детстве говоря может быть вы занимаетесь какими-то практиками да может быть на ваши отношения к это магическое воздействие но опять-таки это не у всех это смотрите там делайте расклады на магию да если вы подозреваете здесь такое может быть но не обязательно у всех а также здесь девочки могут заниматься какими-то практиками на ритуалами не знаю когда них на картах таров может вы расклады делаете на рунах там работаете с энергией в общем причастны как-то к миру эзотерики вот это во первых во вторых здесь я говорю здесь очень много судьбоносных очень карт на человек не просто так вашей жизни вы не просто так встретились вы проходите какие-то с этим человеком уроки всегда как я говорю да уже был расклад что судьбоносные отношения они никогда не бывают в основном легкими да потому что опять таки это уроки уроки надо пройти вынести какие-то уроки из этих отношений на уроки уроки все время но извиняюсь вот поэтому здесь надо вот вам надо пройти это вне они не окончены я не вижу здесь если вы не все-таки в ссоре здесь будет примирение у вас однозначно человек всплывет еще вашей жизни если вы смотрите вас этим человеком не общаетесь всплывет еще в однозначно здесь но пока никакой гармонии здесь нет опять почему потому что кто-то из вас не готов брать на себя ответственность не готов ну к примеру до перевозить вас в свою страну либо в свой город почему потому что здесь надо брать на себя ответственность там примеру ну если говорить пример да вот вы ну как я живу например в германии да вы живете в россии и он понимаешь для того чтобы вас перевести в германию то надо квартиру побольше там примеру снять до заплатить на курсы немецкого чтобы пошли там что еще обеспечивать вас едой то есть да здесь он понимает к примеру что вы на работу сразу не устроитесь что вам будет тяжело и именно поэтому да здесь вот человеку как-то трудновато взять на себя ответственность любовь кубок любви да он предложить может но вот какой-то пока ответственности я не вижу именно поэтому здесь вы будете ну как-то знаете думать а надо вам это не надо вообще хотите в этой не хотите отношений потому что вы такой человек говорю здесь здесь мужчина вот опять тройка кубков понимаете вот спрашиваю про него опять тройка кубков опять какое-то незрелое поведение у него здесь вы-то готовы к отношениям вы хотите да а вот с той стороны я пока не вижу давайте спросим почему почему не хочет брать на себя ответственность почему этот человек не хочет брать ответственность за эту женщину ну во первых там могут быть дети да там какой-то прошлый у него вот здесь могут быть в прошлом его предавали в прошлом были какие-то хитрости измены и коварство воровство и он теперь боится брать на себя ответственность чтобы вы тоже вы тоже сделаете больно ему вы его придадите в общем какая-то страхи вот это первое второе здесь что-то у него могут быть дети и он платит элементы и он не может себе позволить там примеру еще детей да и еще платить ну вас содержать то есть он понимаешь он не резиновый он разорваться не может здесь такая одна из причин может быть его дети или он боится там примеру как дети у вас примут вас может быть там дети не принимают вас но родственники дети да то есть опять таки вот и опять расстояние понимаете вот если бы вы жили там рядом где-то в соседнем дворе был больше шикарно вот здесь именно когда именно расстояние вот идет мы он подвис здесь он подвис он не знает что делать он в разочаровании он сейчас глубоких раздумьях и в трансформации здесь началась какая-то у него трансформация в жизни он выходит из-за повешенного он стал смотреть на ситуацию под другим углом сейчас у вас человек находится в трансформации но она будет долго сразу говорю здесь не мне были не не быстро он из нее выйдет здесь он еще повисит повисит да будет здесь принимать какое-то решение в своем дзене сидеть не знаю даже сколько здесь вот поэтому здесь карты игры что пока до нового года да но я смотрю до нового года вы нас вы на свой срок здесь пока отношение больше в голове чем в жизни не могу ничего давайте посмотрим вообще ваша перспектива вот мы смотрим да вообще перспектива какие вообще стоит вам с этим человеком быть или нет давайте посмотрим просто перспективы не на определенный срок а вообще какие у вас этим загаданным партнером перспективы какие перспективы у вас не могут быть покажите перспективы какие отношения могут сложиться какие вообще в принципе отношения могут сложиться здесь Если мужчина выйдет из зоны комфорта И если он повзрослеет Здесь у вас перспектива есть Уйдет от прошлого, перестанет Здесь оплакивать Что-то здесь сидеть в своей тройке Мечей, здесь есть у вас Вы дойдете до семьи, здесь можете Но здесь очень первая карта Его опять-таки, да, зависит очень много От мужчины Потому что он сцепился Сидит в своей зоне комфорта Сижу, как очевидно, там чахну Вот мои пентакли, никому не отдам Вышел перед домом, сел под своим И туда никого не пускает Поэтому здесь какая перспектива До семьи вы дойти с ним можете Но по карте луна это будет не быстро Если вы готовы Как-то ждать Готовы работать над отношениями Готовы взращивать этого мужчину Тогда, пожалуйста Чтобы он ушел от прошлого Чтобы он вышел из зоны комфорта Здесь разрушил какое-то прошлое свое Какие-то треугольники Разбитые сердца здесь могут быть Его метание здесь Его увиливание То вы дорастете до семьи Но это будет не скоро Карта луны говорит о том, что Долго-долго Очень неблизкий путь Опять-таки, здесь у кого-то Не у всех может быть магия И вы сможете дойти с ним до семьи Когда вы по башне разрушите эту магию Но не у всех Опять-таки, девочки Расклад общий Для кого-то эта информация актуальна будет Поэтому какие перспективы Но не скоро Семья, но не скоро Поэтому решайте Нужно, не нужно Хотите, не хотите Опять-таки, расклад общий Просто посмотрели Какие-то сделаны для себя выводы Девочки, я вас всех люблю Всех целую До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok